дорогие друзья хотите увидеть что у меня растет в парнике так я вам покажу вот у меня там кабачок я уже съела три кабачка вот такой цукини зелененький с этой стороны тоже вот такой кабачок ой зелененький я могу каждое утро вот таким об срывать и идти жарить яичнику с кабачком цукини вот потому что у меня помидорки руккола вот салатик вот такой вот ведь он даже начинает собираться в листочке меня кусает комар вот видите мне укусил портулак вот вкусненький цветочки такие но это я ем такое ем потом меня здесь растет телефону пришлось убить комара потому что второй руки не оказалось рядом так виноград виноград потом с этой стороны у меня эти вот бочки теплой водой стоят здесь у меня тыква вот так ползет а здесь инжир растет могу показать вот жир ему два года на 3 даст урожай я так думаю баклажаны и причем баклажаны белый я такого еще не садила никогда но если посмотреть вот белый баклажан не знаю вкусный или не вкусный белый ну почему что все белые а где мои черные баклажаны и это тоже белый я не хотела столько белых баклажанов я сажала разные баклажаны неужели только белая взошли что я тут делаю с ними я вот тут вот обрываю между листиком появляются вот такие новые пасынки я их убираю оставляю только баклажанчики вот с этой стороны тоже рассматриваю и вот так пасынок убираю отсюда говорят надо оставлять такие ну не сломать не полностью его а вот так оставлять как-то сказать вам такие пенечки допустим не отламывать его а вот так вот него получилось и такой пенечек такой почти упала что-то потеряла вот так что а еще перцы давайте покажу перчики подходим к перчикам и перчики тоже посынкую но пока видите у нас особо в этом парнике нету никаких никаких перчинок больших в том парнике уже завязались перчики в этом таки маленький маленький только вот кто-то есть смотрите перчик кто-то появился в парнике а я ж ничего не опрыскиваю у меня вот как есть так есть вот парничок такой посередине кусок травы можно ставить бассейн как-то показала я свой парник так мне тут начались посылать а вы не полите парник свой ту метку дизайн парники посредине грядок нет укроп такой большой ну вот и все парничок парничок волокола парничка растет желтая роза вот такая она красоточка такими маленькими цветочками а потом вот такая становится распускается красиво так смотрится потом еще персиковая роза здесь но она вот такая старинный сорт я ему хочу кому-нибудь подарить вот он не так постольку поскольку вот здесь еще какая-то роза здесь я вообще в принципе посадила розы потому что не знал куда их девать и если кто-то захочет я их отдам кроме желтенького оставлю одну здесь а так у меня тут не должно быть голубичка вот растет поперек по контуру и вот по контуру хочу чтоб здесь росла тоже голубика розочки вот кому-нибудь передам вот кто захочет покажу голубичку накрыли ее сеткой от птиц так это мелкая голубика вот здесь смотрите покрупнее будет голубика но это разные сорта я так понимаю вот она такая конечно голубика любит кислую почву для чего мы сделали такую грядку голубики привет привет потому что земля для глубки должна быть кислая и она может дождями размываться поэтому я взяла такой короб с помощью мужчин сделали короб засыпали туда хвойного очень много вот так получилось что кстати у голубика еще любит очень водичку поэтому не забывайте и поливать а вот здесь чеснок вот такой большой ряд чеснока здесь я оборвала чесночные стрелочки вот такие и кто-то умеет готовить я нет не умею и не люблю их есть вот и здесь немножко оставила для того чтобы фотосессию провести они распустятся я думаю мы проведем фотосессию в таких красивых луковичных цветочках вообще надо их срывать для того чтобы лук стал очень чеснок стал очень большим и красивым я уже кстати вынимала там чеснок хорошим внутри и вот этот весь ряд он уже все эти цветочные почки сорваны были вот стрелки стрелки обычно обрываю здесь кстати в этом парнике посмотрите есть форточка вот и она сама открывается это очень удобно что я пока проснулась пока прибегу то уже жара в парнике помидоры поскручивались здесь я вам показываю фацелию прошлом году здесь росли арбузы и дыни есть такие у меня даже съемочные дни где я показывала как растут арбузы и дыни вот в этом году я сюда посадила тыквы и кабачки ну пока вот цветет фацелия кстати еще самосеянная картошка зашла вот там по центру я ее не садила просто в прошлом году мы сюда посадили экспериментальный куст картошки прямо в мешке выращивала это был эксперимент и потом перекалкой сюда перевалили его она особо так выросла из- формировался корень было малого урожая но мелкой мелкой было очень-очень много и вот она осталась видно в земле и вот взошла не знаю какой будет урожай но там куча мелкой картошки осталось земле тоже так англичане кстати делают они руками они копают они руками подсовывают в грунт и и выщупывают картошку и какая-то остается и потом в следующем году она самосейка считается тоже вот так красиво цветет фацелия вот такой обход по по парнику ну давайте еще я вас проведу во второй парни кстати тоже видите не успела я открыть второй парник так открываем второй парник тут тоже бродиловка такая стоит чистая вот здесь у меня травка она немножко подванивает но я не расстраиваюсь потому что ее потом быстро использую и она стоит далеко никто и не слышит и не видит вот мы зашли в парник тут у меня подумаете что тараранчик конечно но нет нет это у меня все цветет руккола допустим такая природная земляделия и я наслаждаюсь вот цветением рукколы чесны то ждите я кирпичом от у меня 2 часа вот тут тоже кстати голубика вдоль и растет вот так вот вот и продолжаем это монгольц такая трава вкусная так это брокколи перчики кстати вот здесь я вам обещала показать что тут уже перчинки завязались вот посмотрите достаточно большие даже вообще вот к перцу и баклажанам говорят без подкормки не подходить они любят покушать поэтому для них вот тут вот кстати еще одна вода налита чтоб тепленько было для них стоит такая бородилочка с травой травяная подкормка так смотрим смотрим вот помидорки тут что-то с ними покрутились они у меня я же вообще не выращиваю там помидоры огурцы это просто балуюсь да у меня нет такой цели вырастить закатать этим не занимаюсь это у меня игра такая игра как кто с кем дружит мне даже вот тут вот около перца посмотрите сам шит и этот сам шит у меня детки и вот я его выращиваю и могу продавать такие сам шитинки вот тут у меня допустим помидоры такие интересные смотрите такие вытянутые бутылочки ну вот они чуть-чуть подсыхают и вот ну то что листья поскручивались я тоже знаю в помидорах у меня да и наверное ему сильно жарко потому что я иногда не успеваю быстро открыть парник но если кто знает напишите что тут с моими помидорками это не помидорный человек и но в смысле я выращиваю для игры такой вот тут все обсыпано и вообще мне все сорта практически помидора ну штук один калевый вот есть такой вот может какой-то определенный другой сорт а в принципе я выращиваю только черри я обожаю черри мне ты красный желтые и бордовые и черный принц эти черри и вот эти бутылочки и желтые ну в общем по черри вот я обожаю черри поэтому я их тут выращиваю вот такие они завязались эти помидорки вот что мне тут еще такой маленький парник я даже не могу пройти здесь у меня по центру идет грядка этот парник вообще для зелени потому что близко стоит к дому и я вот сюда хожу зеленушечку особенно рукколу кушаю вот это орегано у меня такая мощная очень вкусно пахнет орегано я даже ставлю в букеты вот и пожалуйста скажите пожалуйста что произошло с моей брокколи капустой наверное сильно жарко или что она пошла в цвет были красивые брокулиночки такие просто прелесть ну и потом раз резко и пошла в цвет вот она собирается завести ну я так понимаю на фотосессию придется брать брокколи вот но напишите мне очень очень интересно что произошло с моей брокколи может так и назову рок 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 нет ролик помоги брокколи назову вот там петрушечка вот это руккола и портулак тут еще перчик там огурчик в общем у меня каша-малаша почему потому что эта игра эта игра такая я вам тут все показала пока парник вот ну и что еще и все я буду вам говорить до свидания потому что сегодня ой давайте розочку покажу почему меня растет в моей школке